Более чем в 200 городах от Сахалина до Калининграда, а также в Белоруссии, мы встречаем 312-й день рождения Санкт-Петербурга. Спасибо, что вы с нами, и мы продолжаем. Анастасия Курехина, художественный руководитель Центра современного искусства Сергея Курехина. Семен Спивак, художественный руководитель Санкт-Петербургского молодежного театра на Фонтанке. Рудольд Тавыч Фурманов, художественный руководитель Театра русской антреприза имени Андрея Миронова. Уважаемые гости, добрый вечер. Спасибо, что зашли. Спасибо, что вместе с нами встречаете самый главный, наверное, городской праздник. На ваш взгляд, главное, главное или главные события, которыми запомнился минувший год города. Год города, я имею в виду, 365 дней, которые отделяют нас от предыдущего 27 мая. Рудольд Давыдович, давайте начнем с вас. Я вспоминаю стихи Иванова, который был известен по передаче «Вокруг смеха». Я люблю приезжать в этот город, с каждым годом сильнее и сильнее. Город, воздух в котором распорот, рожание всех знаменитых коней. Медный всадник по-прежнему скачет, и ленгенты слагает о нем. В этом городе лебедев плачет, в БДТ притворяясь конем. Вот, поэтому радостные дни, но у меня, например, таких радостных дней в области театральных событий в Санкт-Петербурге нет. Вот, у меня большие надежды на то, что это будет. Меня радует один человек, сидящий со мной рядом, это народный артист России Семен Спивак. Вы когда представляли этого человека, забыли о звании, это очень почетное звание. Народный артист России. Я говорю сейчас совершенно серьезно, не потому что я сижу рядом со Спиваком. Это один из тех режиссеров, который сегодня пытается и сохраняет образец русской классики. В Москве это Малый театр Соломин, а в Петербурге у нас Семен Спивак. Когда ты идешь на спектакль, фильм Мортурана или Наш городок, ты можешь открыть эту пьесу, и все у тебя совпадает. Никаких особых фантазий, а он человек с фантазиями, он соблюдает классику. Это меня будет радовать. Сегодня меня ничего не радует в театральном мире Петербурга. Ничего не радует. А премия Андрея Миронова в этом году, она же юбилейная была? Ну, вы сейчас говорите о том, у нас и «Золотой софит» есть, и российская национальная актерская премия у меня Андрея Миронова «Фигаро», и «Прорыв». Пусть об этом люди скажут, что я буду говорить о своей премии. Правда, Семенушка? Ну, замечательно. Пусть люди говорят. Это не событие. Почему событие? Каждый год мы это делаем. Понимаете? Жизнь надо ровно, честно, отдавая, так сказать, любовь к людям города. Понимаете? А любое это... Ой, событие. Да это так должно быть. Уважать людей надо. Понимаете? Ну, мы потом поговорим, у нас время будет. Конечно, конечно. Да. У меня ничего не потрясло. У меня ничего не потрясло. В театральном мире и вообще в городе. Вас спросили про город. Про город, да. Какое событие в городе вас потрясло? Нет событий в городе. Идет регулярная творческая жизнь города. Не про творческую жизнь. Я не вижу события. Книжный базар, это что, события? Рудольф Добрович, извините, нет так нет. У меня нет событий. Может, у Семена Яковлевича есть. У меня нет. Давайте спросим. У меня каждый день события. Репетиция, работа, это события. Это не события, это... Наша жизнь состоит из... Из работы. Из работы, да. Работа – это правильное замечание. А ты думаешь, я пришел в театр, у меня никогда не перимонтировщики, и вдруг какой-то монтировщик или еще кто-то, или артист запил. Это событие. Это жизнь. Поэтому нет событий. Идет жизнь. Хорошо, плохо, мы должны к этому разобраться. Все хорошо, что плохо. Событий нет. У меня нет событий. Мы уже поняли. Семен Яковлевич, что по вашей части? Ну, как бы, так как мы работаем с утра до вечера, поэтому события – это те, которые как бы в душе у нас на работе. Мне посчастливилось работать над замечательной пьесой в этом году американского драматурга, лауреата Пуллицерской премии Уалдера, называется «Наш городок». Это у меня осталось как победа над собой, потому что там идет речь о том, что смерти нет. Мне очень нравится эта идея. Я обещал маме передать вам лично самые наилучшие впечатления. Она посмотрела на днях «Наш городок». Я очень опечален, что когда выдвигали на правительственную премию этот спектакль, что он не попал. Я очень этим огорчен. Вот это событие для меня. Может, не в премиях дело, а в том, что залы полны. У вас же нет проблем, ни у Вас, Семен Яковлевич, ни у Вас, Рома Давыдовича, со зрителем-то. У меня проблем нет. И у Семенушки. У него было бы больше, если он заранее репертуар бы делал. Давайте Настя спросим. Ну, зачем же весь Петербург? Вы знаете, что театральное, наверное, искусство, оно уже с очень большими традициями, особенно в России, поэтому там уже праздники каждый день, и я думаю, каждый спектакль — это большое событие как для актеров, режиссеров, так и для публики. А у нас современное искусство, и у нас история сейчас не такая большая, поэтому, конечно, прошедший год было огромное событие для молодежи, не молодежи, для всех, кто интересуется современным искусством. Это была манифеста, которая, в общем, оставила след на понимание, что такое современное искусство, потому что это, в общем, было большое событие. — Одно из немногих событий, которое действительно вышло за пределы профессиональной тусовки, что называется, да? — Ну, понимаете, дело в том, что это не то что... — События в сфере культуры. Оно же городским стало. — Оно вообще всемирное событие. Это мировая история такая. И первый раз в России организовано было такой, можно назвать, фестиваль современного искусства. То есть это берут какого-то очень известного куратора в мире, и он собирает программу из местных, локальных художников. И, конечно, вся мировая палитра здесь охвачена. То есть я не знаю, насколько я не была никогда на манифестах в других странах. Мне кажется, может быть, там даже они были более широко так сделаны. Но у нас было очень интересно. Опять же, приехала мировая общественность. Приехали все известные журналы по современному искусству. Приехали директора музеев, галереи известных. То есть это вот такое было как бы большая презентация, что у нас город не только классического искусства. Но здесь, конечно, все бегали в Эрмитаж, смотрели и шедевры в первую очередь. Но там была очень интересно построена программа, когда среди классического искусства были вкрапления современного, как такая вот некая находка. Значит, только не говорите, что это новость была для мировой общественности, что в Петербурге, в Новой России, кроме Эрмитажа, еще какие-то искусства. Искусства и науки расцветают. И вот такого уровня мероприятия вообще в Петербурге... То есть в Москве там достаточно часто происходят и московские бьенналии, и всякие разные события. Но для Петербурга это первый раз такое массированное нашествие другого видения, современного видения и современного языка в искусстве. И многие не знали, как к этому относиться. Но, в общем, все прошло очень успешно и имело хороший такой резонанс. Даже у нас в Центре современного искусства была вторая такая официальная площадка, кроме Эрмитажа. Ну, правда, все про нее так и не говорили, потому что... Так кроме Эрмитажа. Да, потому что на самом деле было две площадки с официальной программой. Это вот Эрмитаж и Центр Курюхена, где был небольшой проект итальянской художницы. Потрясающий проект, на самом деле, очень простой. И вместе с тем очень милый и нужный. Она построила у нас студию звукозаписывающую. Каждый человек мог приходить, играть все, что хочет, петь все, что хочет. С любыми музыкантами. Единственное условие было. Она вообще такой эколог. Она у нее экологические истории. Чтобы было добавление звуков живой природы. То есть там звуки птиц, животных, там мяукающих, котят. Их крапляли таким очень талантливым способом. И люди разные, и дети, и инвалиды, и пожилые люди, и молодежь, естественно. Рок-музыканты в очередь записывались. То есть это вот такой интересный проект, потому что здесь много говорилось об экологическом моменте. И вместе с тем это было как-то в искусство влито, ассоциировано. Поэтому, конечно, для нас мы до сих пор так вот эти отголоски, манифесты. Собственно, приезжают люди, которые были, или слышали, или знают. И это, конечно, для города был такой вот где-то прорыв в мировое современное искусство. Семен Яковлевич, к вопросу о прорыве в мировое искусство. Вы же поскромничали. У вас, ну, одно из событий, во всяком случае, насколько я знаю, был фестиваль спектаклей по пьесам, по крайней мере, европейского масштаба писателя Эрих Марии Шмидта, я имею в виду. Да, да, да. Это совершенно запамятовал, вы знаете. Зарылся в работе. Когда он был, посмотрел, и был, насколько я знаю, удивлен. Мы встречали замечательного писателя Шмидта, да. Он, уезжая, сказал, что он не хочет уезжать, да хочет работать в театре. Он будет писать о посвящении, о повести или пьесе о нашем общении. Это было действительно очень сильное впечатление. Он очень широкая личность, очень глубокая. Он приехал вместе с матерью со своей. Вот, она сидела все время в первом ряду. Это было очень трогательно. Ну, и мы старались, конечно. А он синхронным переводом спектакля по своим пьесам? Да, да. Семен Яковлевич Пивак организовал приезд Шмидта замечательно. Но одно упущение. 9 лет у нас идет замечательный спектакль Шмидта. Малые супружеские преступления, которые поставил сын великого артиста Юрия Яковлева, режиссера Антона Яковлева. И мой любимый Семенушка забыл, что у нас есть такой спектакль. И мы со Шмидтом не встретились, и у нас не побывало. Хотелось бы полностью... Рудольф Давыдович, он сказал, что ему хочется посмотреть спектакль от 2-3. Он заехал на полчаса в театр Ленсовета на бульвар преступления. И посмотрел у нас один московский спектакль и наш спектакль. Но если бы ему сказали, мало ли спросить... Это же такой человек большой, он сам диктует, что он хочет... Мы ни в коем случае не хотели... Нет, понятно, если бы ему сказать, вот он и захотел бы. Я в этом отношении... Конечно, мы бы его привезли... А вы ему не сказали. Вот о чем мы не сказали. Семен Яковлевич обещал справиться. Кстати говоря, очень скоро в эфире нашего канала вы сможете посмотреть документальный фильм, снятый во время визита Рихмария Шмидт в Санкт-Петербург, его выступление в буквоеде, его пребывание в молодежном театре. А вот смотрите, Семен Яковлевич, сейчас же мы воспринимаем уже как должное, когда иностранные дематурги такие величины смотрят на спектакли, сделанные в России по их пьесам, на материале европейском, скажем так, и уже никого не тянет удивляться и смотреть. Помните, как в Покровских воротах? Наши представляют сцену из заграничной жизни. Единый контекст. Никто не удивляется, я прошу прощения, что российские актеры совершенно без проблем вживаются в европейскую культуру. Но они же не очень какие-то, они все-таки как бы видели мир, они обычные люди, они понимают жизнь, ведь в любой пьесе есть некая суть жизни, и артист должен в ней разбираться. Но интересно другое, что Шмидт сказал, что за границей с такой страстностью и истовостью не играют артисты. Это было очень приятно, как он оценил русского артиста. Искренне и глубоко. Сейчас мы говорим о том, что Семен Яковлевич прав, потому что главное действующее лицо – это артисты, понимаете? А сегодня многие современные спектакли пытаются нас. Я прихожу в театр, а мне показывают экран, и я как дурак два часа смотрю артистов живых. Они в уголке, а крупным планом они на экране. Я пришел не в кинотеатр, понимаете? Ни любая машинерия, ни любые дымы, вся эта новая техника современная не помогут, если нет его величества артистов. И вот у Семена Яковлевича на главном месте, я говорю сейчас серьезно, не потому что я так люблю сильного человека. Руджу Владимирович, у нас с вами какой-то конфликт сейчас. Да нет у нас конфликта. А потому что действующее лицо у нас конфликт в других театрах. Машинерия – главное действующее лицо, и киноэкран, а не артист, а у тебя артист, и у меня в театре артист. Правильно. Но у вас достаточно камерное зало, поэтому вам-то потеря контакта зрителей с артистом, по-моему, не грозит. Ну, у нас новое здание, мы его обживаем. В старом здании мы все секреты знаем. Ремонт не надо? Нет, не надо. А в новом здании мы четвертый год всего работаем, который находится на территории Змайловского сада. И это пространство еще до конца мы не обжили. Поэтому мы ищем другой контакт на большой сцене со зрителем. Когда за кругом столом собираются трое руководителей разных учреждений культуры, скажем так, вполне резонно спросить, как вам минувший год, как вам сегодняшний день с точки зрения менеджеров культурного процесса? Одно из событий было, что в нашей культурной столице появился яркий, достаточно яркий, достаточно известный, во всяком случае, как руководитель, как политик, начальник комитета по культуре. Я имею в виду Константина Сухенко, в вашей работе. Потому что кроме нахождения контакта со зрителем, вы же должны решать совершенно экономические вопросы, когда в подведомственных вам культурных учреждениях. Для вас насколько принципиально руководство на уровне города, руководство, или принципиально, чтобы не мешали, или есть какие-то правила игры, которые надо поменять? Мне лично близко, чтобы не мешали, а помогали. Я так думаю, Константин Эдуардович, мы надеемся, придет к тому, что будет плечом и рукой нас. Что не будет мешать. Не будет мешать, будет только помогать. Нам нужна поддержка. Нам нужна поддержка, чтобы даже как-то и советом где-то. Вот нас, например, мы идем уже много лет на реконструкцию. Сейчас уже какой-то, вроде бы, начается финальный этап решения наших вопросов. И, конечно, очень приятно, что председатели Комитета по культуре все, в общем-то, нас поддерживали. Уже несколько лет такая история. И тут, конечно, это тоже элемент культурной политики. Тут важно. А так, в принципе, Комитет по культуре такая бюрократическая организация. Она решает какие-то вот семиминутные сегодняшние проблемы. Константин Эдуардович, а вы как директор частного театра, по сути, да? Не надо так говорить, частного. У нас не государственного. Частных театров. Не государственного. Не бюджетного. Помещение уж не мое, на 49 лет безназвестное пользование. Город мне помогает. У меня в уставе написано, с правой стороны учредителей, я и мой сын. А слева написано, действительный театр, связь с поддержкой по статье «Поддержка культурных программ». И стоит подпись председателя комитета еще. Хорошо, нечестно тебе. Семейный. Ну, какой семейный? Ладно, бросьте. Вы же только что учредителей назвали. Ну, да, дальше. Ну, и дальше. Ну, Захарова семейная. Дочь играет главные роли в ленкоме. То семейная. Вы меня не заводите. Понимаете? Когда вот говорят, помогать и не мешать государственному театру, я против этой формулировки. Поэтому я не хочу быть. Говорите ваше. А как бы вы хотели? А как бы вы хотели? Я бы хотел. Объясню. Давайте. Объясню. Это уже прорабатывает Министерство культуры, все мои, так сказать, театры. Я за то, что сегодня очень много театров, понимаете? И театры сегодня, все государственные театры находятся в тепличных условиях. Это не только мои слова. Это слова и бывшего председателя комитета по культуре Панкратова. Это и министра культуры Мединского и так далее. Я эти слова только подел в тепличных государственных театрах. В тепличных условиях. И в Москве, и в Питере. А очень много это сколько в Питере? Мы можем цифру какую-то назвать? Сколько у нас тепличных театров? Все театры в тепличных театрах. Я не считаю, что они в тепличных условиях, но как бы у нас тема сегодня другая. А я не знаю, задали эту тему. Я могу не отвечать вообще. Не задали же. Давайте говорить о любви и гордости, день рождения города. Вот правильно. А вы нас куда-то ведете? Театров меньше должно стать? Нет. В культурной столице это невозможно. А если убрать тепличные условия, выживут-то не все. Так это мнение Рудольда Выдача, что государственные театры работают... В тепличных условиях. Я могу кровью расписаться. В тепличных условиях. И я могу кровью. И чья кровь будет краснее? Нет, ну то, что культуру, безусловно, во все века поддерживают... Ну о чем раз говорю, да. Это как бы не вопрос для ображдения. Традите деньги на культуру, да? Тепличные условия. Это хорошо или плохо? Потому что кровью поздравлений... Вы пожелание будем высказывать? Если человек, спонсор или любой человек, который дает деньги, работодатель, он должен спрашивать. И когда скандал по поводу Новосибирского театра, там ругательство над религией и так далее, у меня желток ставил мадам Бавари. Если бы я не следил, у меня было то же самое. Над ругательством над распятием Христа. Понимаете? Поэтому в договоре должно написано, что обязан работодателю про устав. Вот мы сейчас говорим о цензуре. Целый разговор был после новосибирских событий. Семенович, ты знаешь, да? Нельзя вводить в цензуру. Нельзя возвращаться в старое советское время. Это ужасно. Цензура должна быть у него, у меня внутренняя, замыщающий фильтр. И когда работодатель заключает договор с директором театра, назначает, понимаете, договор должен быть определен на три года, на четыре, как с Фокином, федеральный театр. А у нас у всех бессрочный. Некоторые руководят, кроме спивака, это режиссер с большой буквы, а некоторые менеджеры руководят театром по 25-30 лет. Выпускают постановку, три дня покажут, и потом снимают репертуар. Ну, не удалось, и разводят руками. А деньги государственные, работодатель, серьезный должен быть договор, что обязанность, я вам дам деньги. Но за эти деньги я, спонсор государства, хочу видеть то, 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 то. Хотите ставить на дырой, ради бога, ставьте, у нас свобода. Только на спонсорские, на свои деньги, если вы заработаете. А я хочу, чтобы вы поставили Островского. Вот хочу я, работодатель ваш. Вот и все, понимаете? У нас сейчас все. Мы боимся нарушения демократии. Мы боимся требовать репертуар заранее или там еще чего-то. Я прихожу в театральную кассу города. Я сейчас буду на стороне спивака, ему понравится, что я скажу. Я не вижу репертуара молодежного театра. Александринки. Все театры, повторяю, в тепличных условиях государства, город, из бюджета тратит деньги огромные за решение театра. А я приехал из Тюмени, я откуда-то, приехал в кассу. Ни одной афиши, ни Александринки, ни БДТ, ни молодежного театра на Фонтанке, ни сад был в красивом месте, ни моего театра, ни кого нет. Одни дешевые антрепризы. Согласен, есть такое. Я борюсь с этим бесполезно. Вот я сейчас буду встречаться с Георгием Сергеевичем, я все больные вопросы скажу. Это безобразие. И таких вопросов очень много. Если, если, пока я стою в покое, он руководит, он создал театр. Нет, серьезно. Но если люди, бессрочные договора, если будет договор на три года, он понимает, если он не сделает требования, это, 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 он будет по-другому работать. А бессрочные договоры, сегодня когда существуют, позволяют, а, все пройдет. Понимаете? Один регион остался. Это Петербург, где городские театры на бессрочных договорах. Единственный город. Нигде этого нет. Я, как будущий член коллегии Министерства культуры и общественного совета, меня Мединский предложил уступить, я разбирался с этим вопросом. Единственный, мы боимся шуба, шуба боимся. Как? Что Новиков скажет, что Казакова. Кто скажет, ай, ай, бессрочный. Мы боимся. Власть должна быть сильной. И работодатель должен быть сильный. И он должен обеспечивать театр. Спивак считает, что ему нужно столько-то денег. И конкретно скажет, на что я хочу такой, 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 и обязан мне отдать деньги. Но я буду спрашивать с него. Да вот, Симон Яковлевич спросил. Симон Яковлевич, вы согласны с Ролдовичем в том, что у нас в культурной столице театральные коллективы живут в тепличных условиях, но, по-моему, вы не считаете, что это плохо. А кто считает, что плохо? Во-первых, я не считаю, что они в тепличных условиях. Вы никогда не будете считать. Вы руководители гостеатров никогда этого считать не будете. Давайте услышим мнение из первоисточника. Можно я тоже скажу? Пожалуйста, пожалуйста. Значит, я не считаю, что в тепличных условиях у нас 50 артистов. Каждый вечер работают две сцены. Я не могу считать, что это тепличные условия. Тепличные условия – это когда люди получают деньги, я так понимаю, но ничего не делают. Наши ребята работают на износ. Я считаю, зарплата у них маленькая. Какие же это тепличные условия? Очень маленькая. Поэтому мы ждем, чтобы, например, вот что мне не нравится. Привычные слова, когда говорят, что нужно повышать зарплату учителям и врачам. Но почему-то не говорят про нашу область. Вы говорите, что надо повышать, но ничего же не повысили. Не повысили. Будут говорить через запятую, будут про актеров говорить, и что? Ну, хотя бы говорить, наши вообще… Мы с Медельским договорились. Один путь есть, чтобы артисты хорошо получали. Главный режиссер хорошо получали. Не называть бюджетным театр бюджетным. Просто как за границей. Тысяча рублей. Этот театр хороший спивак. Сколько там есть? Две тысячи рублей за каждый проданный билет. Все. И берите людей, сколько вам надо. Платите артистам, сколько вам надо. Вне государства. Мы будем вам давать субсидию за каждый проданный билет. Вот и все. И афиша будет вовремя. И все будет вовремя. Только это спасет сегодня государственные театры. Субсидия за каждый проданный билет. И больше никаких денег, на постановку не всего. Это все хватает. Выручка собственности театра. Ни один театр не живет в мире без поддержки. А я про это и говорю. Вы не поняли меня. Нет, я так понял. Вы хотите, чтобы вот столько билетов продано, мы вам как бы на эту сумму даем субсидию. Вы не поняли на эту сумму. За каждый проданный билет… Говорите ясно. Я повторяю, за каждый проданный билет молодежный театр будет получать две тысячи рублей. У вас аншлаги, вы говорите. Когда я говорю, почему у вас нет заранее репертуара, у нас все в порядке с посещаемостью. Вы мне говорите. Да. Сколько у вас вмещаемость зала? 450 мест. А на второй сцене? 320. Сложите, сколько это будет? 870. 870. Я вам, я работодатель, я плачу за 870 билетов каждый день по две тысячи рублей. Почитайте. Почитайте. Ставьте спектакли, платите артистам, почитайте. Я с медицинским уже считал. Это очень выгодно. Мы после передачи… Илья, поговорим, да. Ну вот он же не о любви к городу, он спрашивает театральные вопросы. Он же нас туда повел. Иначе зрители не поймут. Геннадий Сергеевич Воровым о спорте говорили. Настя, у вас сколько зрителей в зале? У нас нет театра. У нас старый кинотеатр, да, с 66-го года. Какой кинотеатр? Прибой. Бывший кинотеатр Прибой. На Васильевском острове. Хороший кинотеатр. И у нас центр современного искусства. И у нас выставки, фестивали. То есть на фестивалях, конечно, это аншлаги, но здание старое, так работать, это все как бы сейчас находится еще в такой стадии формирования. Поэтому мы героическими усилиями проводим фестивали. Каждый раз это какое-то такое стихийное бедствие. Мы мобилизуем все, все сети инженерные, все. У нас всегда на дежурстве всякие машины водоканальные. То есть, ну, сложно уже, конечно. Вы сейчас зрителя напугаете? Нет, а у нас все привыкшие уже. Молодежь в основном. Я хочу добавить. Никогда такого не было. Сколько средств тратите на культуру власти? Никогда такого не было. Понимаете? Это абсолютно точно. Театр сделан. Новый театр. Уж что бы это театр сделан. Все у нас театр отремонтировали. В общем-то. Когда это было? В советское время это было. А вы говорите, что ничего хорошего не происходит. Но это не событие. Это жизнь. Понимаете, то, что для нас жизнь, поскольку мы находимся в культуре, то для зрителей это все события, праздники. Это цирка. Цирка идет реконструкция. Цирка идет реконструкция. В ДТ построен. Новый, считайте. Будин устроит театр. Сколько денег сегодня тратит на культуру? И работодатель, я и работодатель, должны спрашивать с человеком, с которым заключен договор. Вот и все. Вот наши условия такие. Понимаете? Работодатель должен требовать и знать, на что он тратит деньги. На акустику, на декорации. Вот я сейчас выпускаю спектакль. Понимаете, как Сеня знает, как это трудно. Раньше хоть было творческое объединение, мне построили декорацию, не буду называть фамилии. Миллион двести. Я смотрю, а где это миллион двести-то? Стулья старая. Я купил антикварщика за 20 тысяч. А я знаю, что он спер в каком-то театре, понимаешь, Суле. И так все построено на этом. Все на этом построено. И ты мучаешься с этим, и я мучаюсь. Сегодня праздник. Рудольда. А не надо. Ожи виноват. Ожи начинает. Ты бы сказал, в кем-то ранний вечер. Я спросил о событиях. А ты, какие события? Рудольда, всем недоволен. Я доволен. Давайте мы... Я тобой доволен. Это же главное. Потому что я в конце миссии должен был спросить о пожеланиях. Вот пожелание уже прозвучало. Но тем не менее. Программу, понимаешь? Ты сказал, любовь к городу. Любовь к городу не на словах, а на деле. И все не знают. Он прогонит мимо его театра. Если я увижу наклейки, продается собака и так далее, на трубок, на вазах, я сдираю. А другой будет говорить, я люблю город и кидать сигареты мимо урны. Вот и все. Это правда. Я на работу хожу мимо вашего театра. Наклеек нет. Рудольда Ильич, вы сейчас в советское время вспомнили. Давайте из профессиональной сферы выйдем в более праздничные. Одни рождения вспомнили. Вот о том, что в Ленинграде не хватало петербургского, в общем и целом понятно. Кому-то товаров в продовольственных магазинах, кому-то жилищный вопрос портил. А что в сегодняшнем Петербурге ленинградского не хватает? На ваш взгляд. Вам, как петербургцам, как ленинградцам, поскольку все мы с вами родом-то из Ленинграда, в глобальном, что называется, независимо от того, кто вы родились. Нам не хватает ленинградского рок-клуба. Моему поколению, конечно, все делают и концерты памяти, и выставки. Конечно, не хватает. Правда, говорят, Сайгон сделали, реанимировали какой-то. Но я еще не была. Да, сказали мне, сын сказал, что, говорит, ты знаешь. Но не хватает, наверное, тех рок-групп, которые многие сейчас, это суперизвестные, но вот того духа, нам, нашему поколению, немножко не хватает, потому что все коммерциализировалось, концерты, клубы и прочее. И сейчас такой вот... Может, просто время ушло? Время ушло. Сайгон, я помню, попытались на Невском возродить лет эту директиву. Много раз, много раз пытались, но это невозможно. Огромные витрины, престижные места. Рук-клуб – это целая эпоха, да, это вот такая кузница наших звезд вообще. Вам лично не хватает или молодежи? Молодежи. Вы знаете, что молодежь мне тут говорила, я лекцию читала, что, говорит, мы так мечтаем. Я говорю, вот у людей есть там, мы хотели в детстве жить там в рыцарские времена, еще что-то, а мы так мечтаем жить. Хорошо, вам это не хватает. Молодежи не хватает. Я сыграю сейчас в ведущих. так хотим, вот чтобы что-то было. А, Семен Яковлевич, вам что не хватает? Ну, у каждого человека лично. Советского. Ленинградского. Ленинградского, простите, да. Атона за 16 копеек. Ну, мне не хватает покоя в Петербурге. Он очень суетливый стал, очень такой энергетический, такой... Хочется спокойной жизни. Спокойной, да. А все мне не хватает. Вот мне. Да? Мне не хватает прекрасного, талантливого. А Семен Яковлевич это помнит, когда мальчишка поступал в театральный институт, он учился на спектаклях ленинградского телевидения. У нас такой архив, который на федеральном пятом канале, пленка уже сыпется, половину перевели, на цифру нет, и вот сидят. А дайте безвозмездно каналу, который у нас создан в Санкт-Петербурге, который руководит Сережа Боярский. Мне там театральный гостин, наверное, раз в месяц, да? Дайте этот архив. Посмотрите, Великого Симона, очарованный странник, ты помнишь, да? Какие спектакли Беринского? Мне этого не хватает. Мне хватает творческой аорой. А без конца на пятом канале след, след. Ну, почему не показать им свой архив? И все будут смотреть. Мы должны воспитывать молодежь на самом ценном, интересном. А что мы воспитываем-то? Показываем без каса эти убийства. Нет, на телевидении, конечно, культуры и как бы событий, вот освещение событий культуры и, в общем-то, не хватает, конечно, очень сильно. Потому что даже в советские времена было больше внимания. Я буду просить Георгия Сергеевича, он помог. Там, не знаю, кто хозяева пятого канала. Ну, что ж это лежит вот такой... Это же наследие, Семенушка. Ты же знаешь, какие там были работы с Трижальчика, Симонова, Меркурьева. Это надо показывать, учиться. Сегодня фамилию скоро Смоктуновский уже не знает. Спросите у зрителей. Понимаете? А мы должны это воспитывать, показывать это все. Надеюсь, что наш зритель все-таки знает фамилию Смоктуновского. Я вам говорю, нет, а вы говорите, да. Нау-зритель. Вот папа, советский человек, нау-зритель. Выйдем сейчас, поспорим. Конфликтный человек. Смоктуновский, к сожалению. Праздник, Рудольный. Я надеюсь, что наши зрители помогут мне опровергнуть Владимир Давыдович. Давайте отстаем честь наших зрителей в 200 городах России и Белоруссии. Я напоминаю, что в наших группах на Фейсбуке и во Вконтакте мы ждем ваше мнение, заметки, пожелания, замечания, ответы. Спорьте, предлагайте, высказывайтесь в конце сегодняшнего марафона в Рижакополуноча. Выберем за Петербург. Вода. Давайте что-нибудь пожелаем городу, зрителям, петербуржцам, а мы сегодня начали наш эфир с того, что нет, наверное, в России, в Бывшем Союзе города, в котором бы огромное количество людей не считало Ленинград, Петербург свои. Как сказал Семен Яковлевич, спокойной, творческой жизни, без суеты. Я не только творческую имел. Вообще. Да. Да и теплого лета. Это правда. Да, я сейчас серьезно говорю, не спорю с тобой вообще. Это меня больше всего волнует. Ну, и, конечно... Но для того, чтобы была спокойная жизнь, самому надо быть беспокойным. Я... Какой есть, Рударь? Нет, не тебе, а вообще. Да и тебе, говорю, всем. Рударь, давай. Я думаю, что вот глядя на Петербург, мне не хватает, чтобы больше занимались очень много домов запущенных. Вот меня это, когда я гуляю, молодец. как-то так теребит и беспокоит. Если бы больше любви было к зданиям, больше внимания к зданиям. Вот в Париж приезжаешь, там следят за этим. Я не считаю, что Петербург хуже Парижа. Мне кажется... Мы тоже так вопрос не ставим. Я сейчас правильно сказал, и услышит эфир Сокуров, он просто руку возьмет за это. Сокуров борется за это. Я хочу вам сказать, это хорошо, что вы сказали, но каждый дом, каждый, имеет своего хозяина, правда. Жилой дом, это, жил сервис, жилконтора, фирмы имеется. Хозяева этих домов должны отвечать, смотреть, чтобы не было наклеивание, чтобы не убит угол, покрасить. Хозяин должен отвечать, а власть должна спрашивать и создавать условия для выполнения. Ваше пожелание понятное, Настя? Ну, я, конечно, городу бы пожелала, как, в общем, руководитель Центра современного искусства, пожелала бы, чтобы наши здания отреконструировались, чтобы у нас был, наконец-то, современный концертный зал в городе, потому что на сегодняшний момент современного концертного зала, в общем-то, и нет, потому что Октябрьский, он, ну, такой сидячий зал, не трансформер, с ограниченными техническими возможностями, один на весь город, ну, просто для современной музыки, да, для молодежной, это уже другие, новые требования, понимаете, уже, он хороший, посидеть, посмотреть концерт, я говорю о новом поколении совершенно концертных залов, да, которых вот везде есть в Европе, у нас нет, слава богу, слава богу, чтобы новое поколение зрителей получило площадку для себя, это и для любого поколения зрителей, площадка совершенно современная, пригодная, и тут не, просто ее нет на тысячу мест, кроме этого, конечно, давнишнее желание, еще там, 20-летней давности, чтобы был музей современного искусства в городе, тоже, вот оно, как бы, это вот все теплится, потому что в свое время был марафон в Миринском театре, нам присылали все художники, дарили картины в будущий музей Ленинградский, еще современного искусства, так этого музея и не произошло, а в общем-то, когда-то это уже, конечно, нужно об этом думать и делать. Значит, государство должно быть, да? Ну, если Петрова поддерживает государство, нет, частный музей у нас есть. Там будет видно. Уважаемые коллеги, нам пора уходить, нам пора уходить из эфира. в Бальдарчук домом великолепный Кентеатр Великан, не государственный? Будем считать, что наши пожелания, они ко всем, они горды. Ставим их на общественный контроль, что называется. Спасибо. Анастасия Курехина, художественного руководителя Центра современного искусства Сергея Курехина. Семен Спивак, художественный руководитель Молодежного театра на Фонтанке. Рудольф Фурманов, художественный руководитель Театра русской антрепризы имени Андрея Миронова. Были гостями петербургской студии канала Теледом. В прямом эфире мы вместе с вами отмечаем 312-й день рождения Санкт-Петербурга. Встретимся в этой студии совсем скоро. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова